Христос на горе 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 Сколько раз одно и то же Бог учит нас, говорит нам. Он говорит, что вы можете, вы сможете, я помогу вам в этом, а мы опять не сдаем экзамен. Опять непослушание, крик, гнев, раздражение опять повторяется. Я немножко расскажу о служении, которое мы совершаем на краю земли. Так вот, в прошлый год вы молились, ожертвовали на это служение, почему я рассказываю. На Камчатке мы построили два молитвенных дома, Бог дал эту милость. Мы молились долго о том, чтобы погода там была, три бригады строительные полетели туда, чтобы подарить полуострову два молитвенных дома. Сделали освящение этих молитвенных домов, построили освящение, и Бог посетил покаянием там немалым на этих служениях. Сегодня я покажу несколько минут как отсчет. Так вот, когда выходишь в Елизово, там есть этот город, молодой город, куда, в общем-то, прилетаем, и самолеты садятся, там аэропорт. И вот, когда выходишь на речную улицу, там поворачиваешь дома молитвы, то когда первый день я шел, там, где стройка шла, меня очень, ну, в общем, сильно напугала собака. Я расскажу, что один дом был, там высокая забор, и на заборе было написано «Осторожно, во дворе злая собака». Ну, хозяин предупредил и правильно сделал, что нельзя заходить, будет опасно. А чуть дальше, вот по этой же стороне, может, пару-тройку домов, там такой редкий штакет и калитка полуповаленная, на одной петле, скорее всего, была. И там по проволоке на цепи бегала собака, тоже злая очень. Не то, что там объявление он повесил «Осторожно», а калитка никогда не... Я вот почему был возмущен, и собака выскакивала, имела такую возможность, проволока и цепь позволяла выскакивать далеко за пределы забора. Когда я проходил мимо, эта тварь высчитывает, когда бросится кинуться, не просто напугать, а укусить. И я когда проходил, она на этой проволоке на цепи, и, в общем, чуть меня не покусала. Я прыгнул и, в общем-то, сильно испугался. И думаю, ну вот хозяин, ну голову жметь надо, хотя бы калитку закрывать. А потом пришла мысль, думаю, вот интересно, два дома похожие на людей. Одни, ну может так, сдержанные, понимаете, аккуратные, ну воспитанные. И вот осторожно, ну не трогайте. Не трогайте, меня не трогайте, у меня нарушенная система нервная, там я ранимая или ранимый. Ну предупреждают, не трогай тебя, я не трону. Но есть люди, которых даже не трогаешь, только появишься в поле зрения, и все, достаточно, чтобы тебя и покусали, и с ног до головы. И, в общем-то, будьте осторожны. Христос сказал, я хочу показать всему миру, что внутри вашей нет, внутри вашем внутреннем дворе собаки злой нет. Когда ударят вас по одной щеке, у вас будет внутри столько благодати, если вы позволите работать, то вы сможете не обижаться. И христиане подтверждали это. Они подтверждали учение Господа нашего жизнью своей. Дальше. И люди, я так думаю, на горе замерли, слушая учения Нового Завета. Дальше Христос говорил. И кто захочет судиться с тобой и взять у тебя рубашку, отдай ему и верхнюю одежду. Господи, но я же своими руками заработал. Это мое кровное. И почему у меня в злой день злой человек должен забирать, а я не должен противиться? Но, слушайте, это благодать Божья. Это Божье учение. Учение Нового Завета. Вы сможете добровольно отдать больше, чем у вас хотят забрать силою. Вы сможете это подтвердить. И они подтверждали. Давайте вместе сейчас повторим это. Они расхищение имения своего принимали. Смотрите, безумие было. Для этого мира, они их грабят, их расхищают имущество, а они, имея от Бога откровение о вечности, они смотрели на своих грабителей и не мешали им. У тебя есть такое желание? Сказать, Господи, я хочу, но вот тоже так поступать. У нас в Спагене Церковь, ну, старинное здание, Пилигрим, Церковь Пилигрим, в центре города, когда-нибудь зайдите, там над балконом большие витражи из этого цветного стекла. И там изображены апостолы. И когда солнышко светит через витражи, то красивая картина. И вот в воскресную школу, в классе спросили, кто такие святые? Кто такой святой человек? И мальчуган один ответил, а я уже не раз повторил слова мальчугана. Он сказал, святой человек – это тот, который он вспомнил апостолов и говорит, пропускает свет. Нет, святой человек, который свет может пропускать учения Христова. Слышите? Есть желание такое? Пропускать свет Христова. Вы сможете? Вы сможете всему миру? Я этого хочу, я для этого пришел, чтобы показать всему миру, насколько свет Евангелия может преломляться в жизни последователей. Ну, еще немножко. И кто принудит тебя идти с ним одно поприще, иди с ним два. Ну, молодежь, вы скажите, понимаете слово принудит, что такое? Кто понимает? Это можно по-английски даже сказать, я разумею. Что такое принудит? Кто знает? Ну, не знаете? Ну, заставит. Силою заставит. Вот если я, то я не люблю, когда меня силой заставляют. Вот попросят, если по-хорошему попросят, ну, я еще как-то посмотрю. А когда вторгаются и давят на меня, на мой какой-то комфорт, на мою волю влиять хотят, ну, не нравится мне это. Вам нравится? Нет, братья и сестры? Но не думаю. Не думаю. А вы сможете. А вы сможете, когда вас заставлять будут, вы сможете вдвойне сделать добровольно. Я помогу вам в этом. Я помогу вам в этом. Если вы желаете, чтобы учение Нового Завета преломлялось в жизни, дайте возможность благодати моей работать над вами. Я помню, был в миссии Добсона в Денвере, и там, ну, я об этом часто вспоминаю, потому что, ну, это меня коснулось. Я приобрел статуэтку, увидел ее, так понравилась статуэтка, и там накружали, автор так изобразил, накружали кусок глины бесформенной, и две кисти руки так в глину впились, и автор хотел показать, что когда кружало начнет вращаться, то сосуд мастер будет делать, какой он хочет. Слышите? Ты хочешь сказать, пусть это тихо будет, Господи, я хочу мягкой глиной быть в руках Твоих, чтобы Ты меня формировал, чтобы вот то, что Ты говоришь в учении Твоем, чтобы оно закончилось собранием. Еще буквально 20 минут мы будем заключительную молитву совершать. Пойду домой, и, может, сегодня уже вечером будет испытание, а Вы сможете сдать экзамен. Если этого хотите, сильно хотите, Господи, я хочу, чтобы, ну, Тебя радовать своими победами. Теперь самое еще то, что, ну, касается нас. Просящему у Тебя, просящему у Тебя дай, и, хотящему занять у Тебя, не отвращайся. Вы занимали деньги когда-нибудь? Было. Уже не хотите занимать. Занятые деньги иногда возвращают. Сколько проблем, раздоров, конфликтов принесли занятые деньги. Я работал один год с цыганами в Курске. Есть цыганская церковь, живая такая. Пастор Андрей, друг мой. Так мы с ним подружились. Я думаю, этим летом мы вместе опять будем работать там, в Центральной России. Цыгане такой живой народ, которых не нужно учить, как раздавать на улице трактаты. Они, это народ улицы, живые, проповедуют, поют. Ну, в общем, мне с ними очень интересно всегда заниматься евангелизационной работой. И вот Андрей Цыган, пастор, рассказывал о жизни до уверования. Посылаю жену за продуктами, даю ей 100 рублей. Она возвращается, приносит продукты с дачи и 100 рублей назад. И он рассказывает, как острота языка и ловкость рук помогают ей это делать. И вдруг говорит, ну, хотите, чтобы я вам это показал? Ну, дайте мне 100 долларов. И все, кто слушал цыгана, замерли. Давать ли цыгану 100 долларов или нет? Сработала христианская или срабатывает христианская самозащита? Я, по вере моей, уже никому не занимаю. Но послушайте, мои дорогие, вы вспоминайте, когда вы смогли дать то, что могли просящему. Сколько отрады было тогда. Вспоминайте. И когда вы могли дать то, что могли дать и не дали. А я помогу вам. Я вам помогу. Вы покажете всему миру другую жизнь. Он говорил там на горе людям, которые внимательно его слушали об учении Нового Завета. Жизнь в Новом Завете будет другой. Она будет отличаться, ярко отличаться от людей, живущих в этом мире. Да благословит нас, Господь, победами. Да благословит Господь нас быть проводниками, чтобы вот Его руки нас формировали, продолжали формировать. Ну, а теперь немножко о служении, которое мы совершаем. Как я сказал, что было много молитв. В общем-то, чтобы Бог дал возможность подарить самому далекому полуострову России молитвенные дома. И я попросил бы вот несколько минут показать. Операторов сможете, братья, показать? И мы потом помолимся. Короткое лето Камчатки постоянно дышит прохладою. Туманы и дожди иногда долго не уходят с полуострова. Летом нам предстояло в этом далеком крае достроить и отремонтировать в Эсо, Мильково и Елизово три церковных здания. Поэтому, готовясь к поездке, просили у Господа солнышко. Три команды молодежи из Миннесоты, Флориды, Мэйна и Вашингтона посвятили свои отпуска небольшим церквам Камчатки, помогая в строительстве и евангелизации. Около недели в Елизово ребята ломали, разбирали старые ветхие сараи, готовое место для строительной площадки под котельную, гараж и дровник. Сортировали доски, сжигали и вывозили мусор, освобождая церковный двор, затем залили фундамент и поставили новый забор. И стали строить старая круша, и вынося ненужное на свалку, так духом очищается душа, ведь ветхая нам выносить не жалко, мы строим дом молитвы, а Господь Он строит храм в ожившем каждом сердце. Затем во дворе плиткой выложили дорожки. Внутри здания также велась отделочная работа. Обшивали, шпаклевали и красили стены. Сооружали ступеньки на второй этаж, где готовились комнаты для приезжающих миссионеров. За месяц строительства здания было подготовлено к празднику. Елизовский дом молитвы стал одним из красивых строений небольших церквей Дальнего Востока. Это большой подарок от христиан Северной Америки, верующим далекого полуострова. На воскресном торжественном богослужении, молитвами обращения новых душ, Господь посетил поместную церковь. Российским трактором прозвала молодежь УАЗик, который был приобретен в помощь стройке. Сколько стройматериала перевез нам этот железный ослик. Да и мы передвигались, переполняя его иногда людьми и грузом до краев. В районном центре Мильково бригада из Миннесоты под руководством Павла Озеркова за несколько дней, несмотря на необычное нашествие, комаров отремонтировала и перекрыла крышу церковного помещения цветным металлом. Мы передаем всем, кто принимал участие в этом служении, радость и благодарность местной общины. На следующий год у строителей есть желание обшить здание сайдингом, а также отремонтировать церковное помещение в таежном поселке Козыревск. Вечерами после трудового дня вокруг костра и гитары собирались у молитвенных домов молодежь северных поселков. Дети, побывшие не один год в христианских лагерях, выросли. Но слова песен, выученные в детстве, ребята и девчата помнили наизусть. Лагерные истории детства всплывали в памяти на этих встречах. Христианский лагерь «Пшеничное зерно» занимал в конкурсах «Моя Камчатка» в те времена не один раз призовые места. О необычном лагере в оленевоческом совхозе Эса знал тогда полуостров. Теперь здесь, на большой лагерной территории, из бревен построена церковь. В ней несет служение семья миссионера Евгения Куркина. Всю неделю перед праздником освящения церкви на территории базы проходила детская площадка. Веселые игры, песни, подделки и интересные библейские уроки объединили детей и наставников в одну большую семью. Искренние беседы вокруг Библии собирали молодежь поселка каждый вечер в церковь. Песня «Могут от мира поднять, когда человек начинает молиться, у птиц перелетных растерян и вы». «Благослови их, омой Твоей кровью, Господь, и освободи от всякого греха, Господь. Прости их, милосердный Господь, и исполни благодати Духа Святого для победной жизни. Во имя Иисуса. Аминь». Господи, да найдут спасение еще многие души. Об этом была наша молитва. Мы продолжаем строительство на территории базы. На следующий год нам очень нужны будут помощники. Когда руководство совхоза попросило нас оказать помощь в борьбе с сорняками, мы отозвались дружной командой. «Если нас много, то и трактор нам не нужен», – улыбалась молодежь. В Центральной России, Тамбовская область, в программе «Надежда есть», миссия к России с Надеждой вместе с поместными церквами приняла участие в евангелизационных мероприятиях, поставив храм-палатку и надувной батут-горку в городе Кирсанове. «Сколько впечатлений и радостей мы видели на лицах ребят, участвующих в наших программах». Администрация выделила наряд полиции, который следил за порядком на протяжении всех мероприятий, проводимых христианами в городе. Даже блюстители порядка были восхищены от того, как хорошо был организован отдых для детей и общение со взрослыми. Жителям города Кирсаново Бог дал возможность слышать Слово Божие. Оно не возвращается тщетным, но приносит плод в свое время. «12 лет назад мы посетили впервые детский дом в Елизово. Вовчику и Саше было тогда по 6 лет. С тех пор у нас началась дружба. Письма, звонки, посещения. Теперь им по 18 лет. И хотя Володю нужно снимать с коляской и переносить на руках, а у Саши большая проблема с кровью, из-за чего он лишился ноги, ребята полны желания продолжать бороться за жизнь». По течении детских учреждений приносила детям радость, а нам незабываемые впечатления и переживания. Разве можно до конца понять детишек, лишенных материнской любви и ласки, лишенных счастливого детства? Они радовались игрушкам, подаркам, конфетам и шарикам, переигрались с нами. Каким захватывающим был конкурс мой рисунок, но я не заметил, чтобы на асфальте кто-то нарисовал маму, дом или семью. Лучик отраты старались принести мы в серые будни детских домов. Уже началась подготовка команд для зимних и летних проектов. К нам поступило множество заявок от церквей из разных регионов бывшего Союза. Церкви вместе с нами желают совершать евангелизационные и социальные программы в их районах. Мы желаем продолжать работу в детских домах и приютах, проводить уличные и палаточные евангелизации в России, Казахстане, Беларуси и Мексике. Просим молитесь о нас, молитесь вместе с нами. Все это делаем мы вместе для Евангелия, чтобы быть соучастником Его. Там на горе Христос большому стечению народа говорил, что вы сможете быть светом для этого мира. И я для этого пришел, чтобы так зажечь ваши сердца, так показать этому миру, как изменяется жизнь. И эту радость спасения, которую вы будете иметь, вы будете делиться с другими. И церковь на земле, что может, делает. У нас уже совместная история. Мы не один год на краю земли, в Магадане, на Колыме, на Камчатке закидываем сети, хотя бы некоторых спасая для вечности. Ну, а сейчас, когда пришло время нам просто поклониться Богу, что Он, начавший вот свою работу, как на этом кружале, желает до конца совершить вот то, что делать хочет мастер над глиной. Господи, дай мне быть мягкой, податливой, послушной глиной для славы Твоей. И во имя Иисуса, и все общество скажет Аминь. Помолимся Господу. Слава Тебе, Господи!